Если ты еще не записался на мой тренинг практика со 2 по 5 мая в Москве, то у тебя есть еще возможность, ссылка под этим видео, оставляй заявку, проходи собеседование и увидимся с тобой там. Со 2 по 5 мая добавили целый день, это будет целых 4 дня практики с утра до вечера, вместе со мной и двумя моими лучшими тренерами. Куча красивых девушек, Москва, хорошая погода, и это вот самые незабываемые майские праздники в твоей жизни. Записывайся, ссылка под видео. Пока! Все, поехали. Да не то слово. Короче, сегодня 31 марта, да? Для меня вся эта история началась примерно 19 февраля, когда я до 19 у меня, короче, было такое состояние, что я вижу красивую девчонку, трясутся коленки, я стою и думаю, блин, а че ей сказать, а че ей скажу, а че там? Вообще, конечно, блокировал мозг по полной программе. 19 февраля я листаю YouTube, там я уже делал вбросы, типа, как познакомиться с тёлками. Вот, нахожу видео, Шам Шурина. Вообще я про тебя не знал ничего. И открываю видос, короче, там Красная площадь, идет девчонка такая, татарочка, он ее как-то тормозит, она такая, девчонка на десятку, ну как моя субъективная оценка, но неважно, это детали. Он начинает ее обрабатывать, там, че-то ей говорит, потом берет, короче, облизывает, да, палец, говорит, у тебя загар что, настоящий, что ли? Я думаю, что, так можно, что ли, короче, я просто офигел, это был просто тотальный разрыв моего шаблона. Вот, 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 короче, да, я начал дальше все это больше и больше смотреть. Нашел какие-то более такие детальные, так сказать, разборы у Володи, что там, типа, как знакомиться, как разбирать эти возражения и так далее и тому подобное. Вот, затем я уже узнал… Ты помнишь, тебе надо сюда прийти. Смотри, во-первых, я сомневался, да, я позвонил, точнее, я ставил заявку на этот тренинг, Юра со мной связался, где 25 февраля было, вот, и я думаю, ну, че, блин, до тренинга месяца, может, нахер мне не надо, блин, я скачал, купил книжку и прочитал ее. То есть книжка, что очень классная, ее советую прочитать, она, например, залпом читается. И я вот думаю, блин, ну, упражнения, здесь же все написано, нахера мне тренинг, я пойду делать, короче. Я вытаскивал свою жопу в поля, ходил по торговым центрам, что-то делал, ну, сделал там пять раз. Ну, вроде получается, то есть я где-то себя обманывал, да, с какой-то стороны. Но самое, как бы, ну, это моя личная деталь, я подумал, что, че я теряюсь, иду на тренинг. Я спрашивал себя, пойду ли я там за пять тысяч за него, да, я говорил, да. Вот, я понимал, что есть, как, границы, мне жалко денег. А потом я думаю, блин, это личная инвестиция в себя, как ни посмотри. То есть деньги всегда можно заработать. Вот, какая разница, я их сегодня поддержал, завтра Вася их поддержал, потом Петя, и все, как бы. А то, что я приобрел здесь, я, во-первых, победил себя. То есть я начал делать то, чего я, вот, полтора месяца назад даже не мог подумать, что я могу такое делать. Да, конечно, в первый день меня накрыло. Я хотел отсюда свалить, потому что, ну, что за дебилизм, что они тут психику ломают людям. Меня тоже накрывало, хотя я такого от себя не ожидал. Но потом, как бы, уже вот к концу второго дня до меня начал доходить прям по существу следующий факт, что все вот эти дебильные, на первый взгляд, упражнения, они атомарны. Когда ты их... Атомарны. Ну, то есть, как бы, они такие маленькие фрагментики. Ты их вроде делаешь, нахера их делать? Они ничего не дают по существу. Но когда ты сделал по чесноку сам собой хотя бы половину, ты чувствуешь, как ты меняешься. У тебя растет градус уверенности. Тебе становится пофигу на результат. Ты ведешь себя совершенно по-другому. То есть, что-то такое бетонируется внутри тебя. Ты чувствуешь, что тебе реально можно все. И ты можешь все. Ты подходишь, девчонка такая офигевая. Ты, блин, делаешь с ней почти все, что хочешь, ну, в рамках социально допустимого на первых парах. Вот. Нет, не было. Нет. Вот. Короче говоря, я не знаю, помогите мне с вопросом под итог. Я, наоборот, там заслушался. Это было интересно. Кто, что хочется сказать, кто их говорит, что... То есть, не скажешь, кто нам скажет. Ну, во-первых, Володя очень сильная личность, как бы. Вот первое, что меня зацепило, я... Да, мне лично хотелось с ним пообщаться, и он меня заинтересовал как личность, в первую очередь. Это была одна половина, которая меня тянула сюда. С другой стороны, вот этот вот разрыв шаблона, который я вот увидел, как он, блин, там, ну, опять повторюсь, девчонки там загара пытался стерить. И вообще, как он с ними знакомился. Это реально клевые девчонки, да. Которым вот все мужики, от них вот так вот сторонятся, боятся подходить. А он подходил и делал с ними такое, что, блин, ну, 99% мужиков не могут сделать. Вот. Вот, как бы, и я думал, блин, я пойду сюда, я хочу сюда, вот, да. Я под конец уже, блин, просто думаю, блин, когда этот тренинг? Вот. И это реально драйв. И, то есть, я ни разу не жалею, что я прошел его. Есть, есть, да, да, еще важная деталь. То есть, вот, да, под конец второго дня я начал относиться к этому, как к игре, можно сказать, да. То есть, я уже себя, я, блядь, не буду себя жалеть. Это просто игра. Я иду и делаю, у меня есть задание, блядь. Я подошел, сделал, мне похеру вообще на результат. Как эта девка будет реагировать на меня, там, испугает ее молчание, когда я над ней стою, там, или испугает ли бред, который я там говорю. Мне было пофигу абсолютно. То есть, я кардинально поменялся. И вот эта вся атомарность, про которую я говорю, она сложилась в единую картину. То есть, поменялся полностью взгляд на все эти вещи. Поменялся подход во всем этом. Поэтому, и, да, задача тренеров, как бы все там, они где-то так пинают, и большую часть времени они не со мной, там, не с другими, да. Ты сам несешь свою жопу к ним, говоришь, попинайте меня. Но, по сути, если ты идешь, кидаешь себя на страх, они, как заградотряд, стоят за твоей спиной, и ты иди, сука, и делай. И ты делаешь, и ты получаешь результат. Ты страдаешь эти 4 дня, и ты реально получаешь офигенный, ощутимый, измеримый результат. Вот что самое важное в этом тренинге. Вы просто меняетесь внутри. То есть, теперь ты знаешь, зачем тебе работать, чувак? Конечно. У тебя, конечно же, есть какие-то еще точки роста, да, вот, сегодня? Да, я выявил все свои косяки. Хотя я не понимаю, в чем. Я выявил, я записал все свои косяки. Я написал себе, над чем мне надо поработать. Вот и все. Это офигенный результат. Огромное спасибо. Спасибо за отряд.